Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Насколько откровенным надо быть с людьми? Ровно настолько, чтобы не причинить вред ни им, ни себе, ни физически, ни душевной, ни духовной. Потому что не всякая правда может принести пользу. Правда, сказанная без любви, становится ложью. Ей можно оскорбить, обидеть, нанести рану более глубокую, нежели физическим оружием, которое долго не будет зарастать. Особенно касается всех правдолюбцев, которые считают, что просто обязаны в лицо сказать человеку все, что о нем думает. Ведь Господь сказал правду говорить. Дьявол, отец, лжи. Поэтому я просто обязан тебе сказать, что ты дубиностая и росовая. Извини, но это правда. Так оно и есть. Правдорубство, друзья мои, проявление гордости, самолюбия, самых низменных страстей, касающихся возвышения себя над другим человеком. Но очень горестно от того, что некоторые христиане считают, что это чуть ли не их христианский долг. Смирить другого человека, открыть ему глаза. Ведь не зря же говорят, что настоящий друг – это тот, кто говорит тебе правду. А враг будет тебя льстить. Вот я тебе скажу правду. Прими ее, такой, какая она есть. А ты обидишься. Но обиженных в воду возят. Эта гордость тебе говорит, раз ты обиделась. Нельзя обижаться. Я типа глаза открыла. Кто, если не я? Вот такие токсичные отношения между подругами, друзьями. В семье, к сожалению. В семье-то вообще. Все границы размываются. И элементарные правила воспитания, этикета перестут действовать. То, что ты в обществе не скажешь никому, мужу или жене, говоришь прямо в лоб. И неправду ты говоришь. Ты ложь говоришь. Ты говоришь по эмоциям. Из гнева, и раздражения, и зависти. Просто ты не выспался, у тебя настроения нет. И ты на всех гав-гав-гав. Ты правдиво гавкаешь, конечно. Правдиво. Но божественно ли это правда? Кому от этого стало легче? Лучше? Отраднее? Кого ты утешил? Кого успокоил? Правдой можно и убить. Будьте аккуратны в этом вопросе. Помните, что откровенным до конца нельзя быть ни с кем. Особенно с теми, кто может воспользоваться этой правдой, тебе предать. Сколько раз я наступал на эти грабли, еще наступлю. Сколько раз вы, наверное, наступали в своей жизни. Когда ты общаешься с человеком обычно, повседневно. Кому-то косточки примываешь. Кому-то говоришь нелицеприятно. Рассказываешь о каких-то интересных историях, связанных с тобой или с твоими друзьями. А потом, оказывается, эту информацию узнают те, кому лучше было бы ее не знать. Это предательство, да. Но тот, кто ее распространял вокруг, он не думал, что он предает. Но раз ты доверила информацию лучше подруге или другу, тот, естественно, считает, что может передать тоже одному другу или одной подруге. И так по одному человеку в течение полчаса знает весь город. Поэтому, если ты не скажешь в лицо человеку то, что ты о нем думаешь, то не говори за его спиной эти же самые слова. Пусть они будут правдивы тысячу раз. Как говорит Писание, все, что говорится в тайне, сокровенно, станет явью. Это такой духовный закон. Если ты думаешь скрыть эту информацию, рано или поздно она все равно выльется. Подумал, чане золото. Как говорят отцы, мы неоднократно сожалели о том, что говорили, ни разу не сожалели о том, о чем промолчали. Говорить все как есть, как и князь Мышкин у Достоевского, приведет к тому, к чему привело его. К сумасшедшему. Надо быть очень аккуратным в этом вопросе. Времена сейчас такие. В принципе, они всегда были, но мне кажется, сейчас лучше воздержаться от всего, от желания поделиться чем-то сокровенным, важным, тайным, своими лучшими друзьями. Оставьте на потом. Глядишь, может быть, вообще за этот год, два, выработаться замечательная привычка не говорить обо всем, о чем только захочется заговорить. Трава зеленая, вода мокрая, солнышко светит, потому что если вообще проанализировать наши разговоры, они совершенно пустые, бессмысленные и беспощадные. Но в семье с мужем, женой надо быть откровенным. Может быть, какой-нибудь скелетик в шкафу, который никак не влияет на ваши отношения, но может повлиять как-то негативно впоследствии. Не обязательно все говорить. Нескаженная правда не является ложью. Главный критерий очень простой. Принесет пользу эта истина тебе, или тому, кому ты говоришь, или не принесет. Все слова через три сито просеиваете. Добра, пользы и истинной. Ты можешь говорить истину, но это может быть информация деструктивная, неполезная. лучше сокрыть некоторую правду. Но все это должно быть в границах любви. Без желания манипулировать человеком. Вот здесь я скажу, здесь не скажу. Вроде как обманул, а вроде как бы и нет. Оставьте эти все психологические манипуляции вне ваших взаимоотношений с мужем или с женой. По любви должно быть или раскрытие всей информации или его сокрытие, чтобы это принесло всем значимую пользу. Аминь. От слов своих оправдишься, от слов своих осудишься, говорит Писание. Помните это. А когда придет суд наш частный, неизвестно никому. Может быть сегодня, может быть через 10 лет, может еще позже. Относитесь к словам так, как если бы это были последние слова, сказанные человеку. Относитесь к словам так, как если бы вас в этот момент слушало множество людей, а не только тот, о ком вы говорите и кому вы говорите. А самое главное, помните, что каждое ваше слово слышит Бог. Втайне ли, на публике ли, и по ним будет оценивать нашу загробную участь. Берегите себя, друзья. Слово играет первостепенную роль в нашем спасении. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Слово. Слово, всё. Слово, всё. Всё.